Здравствуйте! В наборе к моей машинке была вот такая вот двойная иголочка. Несколько лет она у меня лежала без дела, но когда я попробовала, как она шьет, то я сейчас все, допустим, детские вещи я шью и там разные трикотажные вещи, футболочки, я шью только двойной иглой. И я хочу вам показать, как это делается. Вот смотрите, двойная иголка, у нее один стерженек, который мы будем заправлять в машинку, и две иголочки. Ну и так давайте приступим. Смотрите, по инструкции плоская сторона иголочки должна быть обращена от меня. Я ее вставляю, как положено в инструкции, до упора и подтягиваю. Отверточкой. Вот. Теперь вот еще такая штучка. Даже к моей старой машинке когда-то была такая штучка. Я инструкции к моей машинке старой не было, я не знала, для чего она. Вот теперь-то я знаю. Вот тут на машинке есть дырочка и вставляется вот такая вот наша дополнительный штырь для ниточки. Ну и я взяла две различные нитки, красную и оранжевую, и покажу вам, как это делается. Смотрите, на один штырек мы одеваем одну нитку, на другой штырек одеваем мы вторую нитку. И две нитки мы заправляем, как обычно, как мы всегда заправляем машинку. Ну и, к сожалению, большому нити-вдевательный аппарат в данном случае не работает и приходится мне делать это все вручную. Смотрите, та нитка, которая расположена ближе ко мне, должна уходить в иголку, которая дальше от меня. А та, которая вот расположена дальше, она должна вот в правую иголочку заходить. И в правую иголочку мы вдеваем, смотрите, как мы обычно поддеваем под вот эту вот скобочку. И вдеваем эту иголочку, ниточку в иголочку. Но я, надо сказать, очень давно уже не делала это вручную, и поэтому у меня это, как бы, достаточно медленно получается. Давайте я, наверное, вам расскажу, как вдевать, а потом я вдену, потому что очень, я, ну, как бы, не очень хорошо у меня получается, чтобы не затягивать время. А вторая ниточка, вот та, которая ближе ко мне, она должна вдеваться в левую иголку, то есть в дальнюю иголку. И мы ее не пропускаем под вот эту скобочку, а просто сразу вдеваем в иголочку. Ну и сейчас я вдену нитки в иголочку и покажу вам, как машинка шьет. Вот, смотрите, я тут немножко сделала специально такой образец, прогнала все швы на своей машинке. Значит, вот начала я отсюда, ну, единственное, что я пропустила прямую строчку, ну, она тоже шьет хорошо, я вам это сейчас продемонстрирую. Прогнала все швы сначала вот так, а потом в обратном направлении, вот так. То есть вот этот шов, это вот этот шов, вот. Ну и я вам сейчас покажу, как машинка шьет двойной иглой. Ну вот, я благополучно вставила ниточки в иголку, в иголки. Вот, смотрите, получилось, как я и говорила, ниточка, которая стоит ближе ко мне, она уходит в левую иглу, и эта ниточка не заходит под вот эту скобочку. А игла, которая, а нитка, которая стоит вот, красная, стоит на своем обычном месте, вот эта вот, она идет в правую иглу, вот в эту вот, и заходит под скобочку. Нитка, которая в шпульке стоит, я ее не трогаю, и будем говорить так, что машинка у меня, тьфу, хорошо налажена, шьет без проблем, поэтому дополнительных регулировок мне не понадобилось. Ну и давайте приступим, я вам покажу, как вот моя машинка шьет двойной иглой. Ну вот, начнем с самого первого шва. Значит, первый шов у меня стоит зигзаг. Смотрите, вот зигзаг. Сейчас я прощу несколько швов, и сразу вам покажу, что получается дальше. Вот я переключаю в прямую строчку. Вот прямая строчка, и смотрите, что у нас получается на обратной стороне. Получается чуть ли не красивая вышивка. Вот я переключаю в следующий режим. Переключать нужно обязательно при максимально поднятой иголке. Так, это такой шов для трикотажа. Так, ну и я, наверное, не думаю, что нужно показать вам все. И тут строчки, вот у меня они есть. Я вам могу дополнительно показать. Это вот, значит, получается... Так, лицевая, да, вот обратная сторона. Смотрите, получается красиво и с обратной стороны буквально. Особенно вот эти сложные последние швы, обмёточные, тут оверлочные швы. Они вообще смотрятся очень красиво. Вот. А я хочу показать вам ещё. Вот. Есть, я заготовила специально кусочек такого трикотажа. Это трикотаж, ну, чисто хлопчатобумажная ткань. Дело в том, что на трикотаже, который масло, даже двойная строчка моя не шьёт. Ну, вот я не знаю, будет ли хорошо вам видно. Ну, давайте хоть с одной стороны, хоть с другой я могу прошить. Вот. Я беру, допустим, давайте возьмём мы обычную ровную строчку и будем шить. Итак. Посмотрите, какая прекрасная строчка получается. Вот я недавно шила своей внучке костюмчик из вот этой вот ткани. Ну, просто великолепно. Даже не требуется никакой дополнительной обработки. По краю обрезала, и у меня полностью готовый шов. Так. Непредвиденно в моей машинке кончилась в шпульке нитка. Была здесь у меня бордовая нитка заряжена. Ну, и я вот решила вставить фиолетовую. Посмотрим, что получится. Смотрите, для того, чтобы не вынимать нитку красную из иголки, я, смотрите, просто сняла катушку, положила рядом, вот она, не вынимая нитки. А сюда одела вот фиолетовую. И для заправки нитки я пропускаю её, как положено, вот здесь, под вот эту шайбочку. Одеваю сейчас на шпульку и будем наматывать. Вот таким образом у меня сейчас выглядит машинка. Значит, для намотки я ставлю в положение шпульку, как положено. И наматываю. Вот я приготовила кусочек футболочной ткани, трикотажной. Ну, и хочу вам показать. Эта ткань, конечно, более капризная. И не каждый раз она шьёт обычной строчкой хорошо, поэтому приходится применять строчки для эластичной ткани. Ну, вот, посмотрите, даже здесь сейчас без вопросов произошло. Ну, давайте выставим режим, режим оверлок, допустим, я выставлю. Ну, вот, я выставила в машинку обмёточную, обмёточная строчка. Это у меня на 12 номер. 12 номер она, значит, вот шьёт у меня. Вот она. Видите, вот она вот так вот шьёт. Ну, и сейчас я вам покажу. Это для обмётывания края. Ну, и на трикотаже это получается вот таким образом, с двойной иглой. Ну, давайте посмотрим. Вот, смотрите, даже вот такой вот трикотаж получается неплохо. Ну, вот смотрите, какие получаются интересные эффекты. Вот здесь получается, вот видите, с обратной стороны тоже очень симпатично получилось. Будто бы даже вышивка на трикотаже вот вышла. Это вот так. На этом трикотаже, на таком плотном, ну, махра это или, ну, это тоже трикотажное изделие. Видите, хорошо очень тянется. Ну, вот шьёт машинка вообще без вопросов очень-очень хорошо. Вот. Ну, вроде бы показала вам всё. Самое главное соблюдать условия, от какой нитки в какую иголку всовывать. И, значит, от ближней нитки идём влево, от дальней нитки идём вправо. И ту ниточку, которая от ближней, значит, мы не засовываем под скобочку. Ну, вот и всё. На этом всё. Шейте с удовольствием. Пусть всё у вас всегда получается. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»